Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно начинаем с цифр статистики. С начала года в столице на пожарах ИЧС спасатели совершили около 400 выездов. На пожарах погибли два человека. Восемь, в том числе и один ребенок, пострадали. А вот 332 человека работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Теперь подробнее о происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Началась неделя в городе, без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. Но уже во вторник на столичной улице Сырокомли соседи помогли спасти из горящей квартиры 68-летнего мужчину-инвалида первой группы. Возгорание произошло в однушке на третьем этаже многоэтажки. Из соседних с горящей квартир спасатели эвакуировали 6 человек, среди которых был и ребенок. Никто из них не пострадал. Сам же хозяин с отравлением продуктами горения был госпитализирован. Вероятнее всего, причиной пожара стала вредная привычка хозяина покурить. Помните, что курение – удовольствие весьма сомнительное. Особенно, когда накануне употребляется спиртное. В состоянии алкогольного опьянения притупляется чувство опасности и люди рискуют стать погорельцами из-за собственной неосторожности с огнем. Причем нередки такие случаи, когда курит один член семьи, а в огне погибают все. Риск гибели на пожаре на 80% снижает установка автономного пожарного извещателя, который громким звуковым сигналом оповестит вас о появлении задымления и сможет предотвратить беду. С начала года 37 жителей нашей страны. Из них шестеро детей спаслись благодаря сработке API. Также во вторник на улице Байкальской неизвестные подожгли легковой автомобиль ВАЗ-2106. В результате пожара повреждена внутренняя обшивка, приборная панель или лобовое стекло стареньких «Жигулей». В целом, середина недели вплоть до субботы прошла спокойно. В суточных сводках спасателей серьезных по своим последствиям происшествий не было зафиксировано. А вот в субботу утром в Минске произошло совсем нетипичное происшествие. Как правило, наличие собственной бани или сауны – прерогатива владельцев частных домов и загородных коттеджей. И уж совсем это благо не ассоциируется с квартирами в многоэтажных домах. Но владелец апартаментов на улице Кропоткина, видимо, настолько любит попариться, что рискнул и оборудовал сауну прямо у себя в квартире. О пожаре спасателям стало известно благодаря сработке в подъезде системы противодымной защиты. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия и установили, что произошло загорание деревянной обшивки парильного отделения на площади в 6 квадратных метров, оборудованного в ванной пятикомнатной квартиры. Просторное жилье с удобствами располагается на 17 этаже. К счастью, обошлось без пострадавших и эвакуированных. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. На примере этих пожаров мы видим, что в большинстве случаев огненное ЧП, происходящее в домах у людей, результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. С целью предупреждения пожаров и гибели людей в республике проходит акция «Безопасность в каждый дом». В ее рамках работники МЧС уже провели мероприятия в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, вузах и в сузах столицы. Не остались в стороне граждане пожилого возраста. На этой неделе работники МЧС выступят перед трудовыми коллективами предприятий и организаций, во время которых еще раз расскажут, как предотвратить трагедию и уберечь свой дом от пожара. Вот и все о происшествиях минувшей недели. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.